Надо ли бояться потепления климата и чем клещи могут быть полезны археологам? С берегов Баренцева моря вернулась комплексная экспедиция. Ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцевы изучили биоразнообразие Ненецкой территории. О первых результатах научной работы узнала наша съемочная группа. До сих пор, как 200 лет назад, люди, когда ловят жуков, они их раскладывают на матрасик. И вот в тундре, в Айпудырской губе живут вот такие вот изумительные жуки. Вот видите, это могильщик жук, который закапывает трупы полевок. Жуки и почвенные клещи для Ольги Макаровой не просто живые существа. Они – настоящий кладезь знаний для ученых. Клещи, к примеру, могут рассказать, какой климат был на территории округа 5 или 6 тысяч лет назад. Эти членистоногие размножаются только в теплых краях. В почве были обнаружены их останки, а значит, некогда округ находился в зоне жаркого климата. Так что бояться существующего потепления не надо. Было тепло, и гораздо теплее, чем сейчас. И лес доходил до самых крайних рубежей суши в Евразии. А потом отпух. Эти данные для ученых второстепенны. Их главная задача – составить атлас флоры и фауны. На протяжении нескольких недель экспедиция искала, определяла и фиксировала название того или иного биологического вида. Были подробно описаны птицы, растения беспозвоночные. Исследовательские работы проводили в трех точках – Болванском, Пахаченском и Хайпудырском заливах. Эти уголки природы уникальны с точки зрения биоразнообразия. Цель этого проекта была аккумулировать всю имеющуюся информацию по биоразнообразию Ненинского округа. Поэтому на первых этапах мы фактически собирали все, что есть к данному моменту, что сделано другими людьми до нас или нами до того. И сейчас это есть огромный список аннотированной литературы биологической по этому региону. Он насчитывает почти полторы тысячи источников. И мы проанализировали каждый. Следующий этап работы – занесение информации в базу данных. Итогом научных исследований станет карта биологических систем. Она позволит определить, какие зоны Ненинского округа следует охранять и заповедовать.